Слитые воедино фигуры женщины с ребенком, как бы вырастающие из земного шара, земли матери. Три журавля, три порванные струны, три оборванные судьбы. Таким видят образ женщины-матери скульпторы Андрея и Владислава Александрова. Кроме того, скульптура уникальна тем, что ее можно будет вращать вокруг своей оси. Наподобие этой мини-скульптуры – улитка жизни. Только женщина-мать будет в гораздо большем масштабе. Скульптура высотой 7 метров предусмотрена у нас. Ее можно будет двинуть трем человеком спокойно. И это будет уже не одна скульптура. Это будут десятки, сотни тысяч скульптур, потому что освещение меняется, даже солнце. Женщина, потерявшая мужа и сыновей на войне, но сохранившая силу духа и любовь к жизни. В руках похоронки, но за плечами крылья. Еще один вариант памятника женщине от мастерской Куклевых. С некоторых ракурсов у нее эта фигура, она сама ангел фактически получается. У нее с некоторых ракурсов за ней видно как бы вот это нимба, она как святая женщина. И крылья, которые вот, ну, с каких-то ракурсов определенных. То есть очень большой ассоциативный ряд у этой скульптуры планируемый. На суд Оргкомитета Культурной Самары представлено 4 варианта памятника женщине-матери. Инициативу установить такую скульптуру в городе высказал председатель городдумы Александр Фетисов. Не просто женщине, да, а женщине-матери. Мать дарит жизнь, мать растит, воспитывает и мать выпускает большую жизнь. Она провожает жизнь и мама всегда ждет. И поэтому, наверное, наши самарские женщины, матери заслужили для того, чтобы быть отмеченными. Какая именно скульптура получит путевку в жизнь, решать будут горожане. В ближайшее время организуют интернет-голосование. А в майские праздники все желающие смогут оценить макеты скульптур вживую. Место еще уточняется. На заседании Оргкомитета рассматривали и другие проекты. Самарский водохлеб, кот ученый, архитектор-строитель и маленькие герои большой войны. Каждая скульптурная композиция, появляющаяся у нас, каждая композиция, проходящая через Оргкомитет, она должна иметь самарско-марскую привязку. Она должна иметь, выражаясь нашим языком, самарскую прописку. Чтобы для самарцев было понятно, почему именно у нас это появилось. В этом году на улицах города должны появиться две необычные скульптурные композиции. Одна из них будет посвящена знаменитой песне «Клен в ее синие птице». Впервые ее исполнили на Самарской земле 40 лет назад. А другая – дядя Степа. За нее уже предложил взяться знаменитый скульптор из Ураб Церетели. Марина Матвеевична, Арсен Сулайманов. События.